Если будете монтировать себе фановый стояк, не делайте грибок сверху. Они знают, как строить каркасный дом. Всем привет, с вами Владимир Колосов, компания Колосов Хаус. На улице сейчас дождь, поэтому я стою на веранде. И сегодня мы сдаем дом нашим заказчикам. Дом у нас 6 на 8, кажется, или 6 на 9. Видите, забыл, не подготовился. В общем, дом с покраской идет, красиво снаружи выглядит. Сейчас постараюсь, невзирая на дождь, показать сочетание кровли и фасада. Такой светло-желтый дом, ярко-желтый, я бы даже сказал, и ярко-красная крыша. Пойдемте внутрь, покажу, как он устроен изнутри. Поехали. Начинаем мы традиционно с веранды, точнее, с плинца. На улице смонтирована, у нас тут есть килограмм, потолок, дверь металлическо-уттепленная. И мы попадаем в холл. Идет лестница наверх, довольно крутая, но габариты дома таковы, что сделать пологу лестнику здесь было бы проблематично. И попадаем сразу в гостиную. Гостиная большая получается. Вот наверху сделаны выводы. Видите, что будет? Вот уже завели трубу внутрь тоже. Здесь у нас идет санузел. На полу 20-й ЦСП, который лежит по обрешетке из 20-й доски с шагом в 30. В общем, тоже получается готовое основание для укладки плитки. Вот, все остальное обшито влагостойким гипсокартоном. Основание хорошее, жесткое получается. И здесь вот еще комнатка одна получается. Тоже довольно небольшая. Хотя нет, личная комнатка. Где-то 2,5 на 4,5, наверное. Надо будет планировку посмотреть. Дальше поднимаемся на второй этаж. Здесь у нас на втором этаже две мансардных комнаты. Вот одна комнатка. И абсолютно точно такая же комната с другой стороны. Ну, другая комната. Такой вот домик. Дождь у нас как раз стих. Можно выйти на улицу и показать вам этот дом снаружи. Вот так выглядит этот домик снаружи. Очень красиво. Вот так он выглядит с другой стороны. Обратите внимание, я уже об этом говорил в одном из своих роликов, что фановый стояк, на него не монтируется грибок, потому что зимой на этом грибке будет образовываться наледь. Поскольку фановый стояк – это напрямую труба канализации, то ничего страшного в том, что в нее могут попадать осадки, нет. Поэтому, если будете монтировать себе фановый стояк, не делайте грибок сверху. Ну вот, вы увидели еще один построенный нами дом. Сейчас по традиции будет отзыв заказчика и полный фотоотчет со строительства этого дома. Ну а с вами был Владимир Колосов, руководитель компании Колосов Хаус. Подписывайтесь на этот канал, если вы еще этого не сделали. Оставляйте свои комментарии и вопросы. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео и вы хотите видеть еще такие видео у нас на канале. Ну и увидимся на строительстве вашего дома. Всем пока. Зовут меня Елена. Долго выбирали строителей моего дома. Компанию долго выбирали. И я думаю, что мы не ошиблись с дочкой. Получился дом красивый, качественный. Все в нем нравится. Даже не ожидаю, что так все будет прекрасно. Но что мне очень понравилось? Отношения строителей, руководства, администрации, можно сказать, как это все организовано. Очень мне понравилось, что строиматериалы всегда все были накрыты пленкой. И опасности того, что дождь это все намочит, не было. То есть не было волнения вот этого. Все очень слажено. Даже если были какие-то у нас разногласия, все это было быстро урегулировано. В общем, очень все нам понравилось. Просто замечательно. Ребята, строители, очень добросовестные. Рекомендую обязательно только «Колосов хаос». Потому что столько мы просмотрели на компании, даже договор заключали и расторгли. Потому что знали, наверное, что все-таки нам попадется компания достойная. Нравится то, что работают здесь люди не дилетанты, а профессионалы. То есть они знают, что они делают. Они знают, как строить каркасный дом. Вот можно так вот так сказать. Спасибо огромное, Владимир. Спасибо. Да, ребята, тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok